Безкомпромиссная, безапелляционная, бессмертная, библия. Программа «Б». Мир не радует хорошими новостями. Кажется, что разума и добра становятся все меньше. Мы устаем и становимся черствее, чтобы защититься. Как оставаться человеком в бесчеловечном мире? Как быть добрым, если вокруг зло? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Здравствуйте всем, дорогие друзья. Весна идет весне дорогу. Но сегодня, если мы в прямом эфире, это сегодня 7 апреля. И говорим сегодня непростую тему, на тему тяжелую, связанную и навеянную событиями этой недели терактом в Санкт-Петербурге. Собственно, почему? Сразу давайте озвучу, откуда идея возникла. Когда эту новость я впервые увидел, прочитал, я сразу же подумал, да, что это страшно. Меня это шокировало, меня это удивило. Но я понял, что уже через пару минут я занимался другими делами. Листал дальше свою ленту. И я поймал себя на том, что, в общем-то, я привык к плохим новостям. Я привык к тому, что шокирует, и меня это не удивляет. Я подумал, почему мы становимся черственными? Почему мы становимся так вот жестче? Почему мы проще реагируем на все эти трагедии? И что с нами вообще происходит? Как остаться сострадательным? Как остаться человеком, когда вокруг все бесчеловечнее и бесчеловечнее становится? Вот отсюда родилась тема. Будем говорить сегодня не одни, как обычно. У нас сегодня в гостях эксперт. Необычайно молчаливый. Просто что-то не похоже на этого человека. Но, в принципе, он уже в начале сам ему высказался. Голос программы «Б». Официальный голос программы «Б». Сергей Калишня. Актер, режиссер. Наверное, надо сейчас уже говорить «популярный актер». Вообще есть такое официальное название «популярный актер»? Нет? Или это такое? Ты сейчас официальных названий можно вешать на себя сколько хочешь. Любые причем. Ну, хорошо. Да, вот здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте всем. Здравствуйте. Да, Андрей Васильевич нашел цитату Федора Михайловича. Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования. Еще раз. Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования. Но я вспомню другую цитату из «Преступление и наказание. Подлез человек, ко всему привыкает». Это то, что касательно нашей особенности, что когда что-то случается, страшное, тяжелое, мы вдруг на какой-то миг, на какой-то, может быть, он у кого-то дольше, у кого-то меньше, мы где-то располагаемся еще, но потом все идут заниматься. Ну, что же поделать? Не мы такие, жизнь такая. Вздыхаем мы и пойду поем. Пойду заниматься дальше своими делами. Нас перестает шокировать то, что должно по идее шокировать. Вот это вот и пугает. Лично меня. Ну, и первый вопрос, который возникает, когда человек слышит о какой-то трагедии. Естественно, на этой неделе было много таких статей. В интернете выходило и в газетах писали. Ну, почему же Бог допускает зло, несправедливость? Почему мир такой несправедливый? Если Бог всемогущий, почему бы он не вмешался и почему бы он не предотвратил зло? Странно. Я лично не слышал вот эту мысль. Я тоже более-менее пытался последить за новостями. Смотрел, как... Не на те СМИ ты подписан. Я вообще никакие СМИ не подписан. А вот поэтому ты и не слышал. Поэтому, да, я как обыватель смотрел, что вот чем пичкают меня, как, опять же, как того самого обывателя, который он только что сказал. Искали со стороны, да, кого угодно. Ну, только не Бога. Или власть обвиняли, или оппозицию обвиняли, или там еще какую-то группировку обвиняли. Но это только не Бога. По крайней мере, вот я не встречал. То, что ты говоришь, да, это такой вопрос, который, мне кажется, задавали всегда и везде. Он всегда актуален. Куда Бог смотрел вообще? Да, куда Бог смотрел. Ну, знаешь, есть такой классический ответ. Куда смотрел ты, когда Бог смотрел на тебя? Да. Куда ты смотрел? Ну, вообще, мне так кажется, когда ты говорил о твоих впечатлениях, я вспомнил место из Писания, что, знаешь, все больше и больше будет, я уже своими словами перескажу, тьмы на этой земле, но над народом Божьим будет сиять свет. И в Писании есть очень хорошее место. Остановитесь и познайте, что я Бог. Действительно, сейчас столько всего в нашей жизни происходит, и такая какая-то суета, особенно информационная. Столько мнений тебя пытаются навязать тебе. Более того, тебе твое мнение вообще не слушают. Я считаю, что время авторитетов вообще сегодня, оно прошло. Кого бы ты ни цитировал, Достоевского, Пушкина, Махатма Ганди, вот кого угодно, это ноль, без палочки. Вообще ноль, ничего, никакого воздействия. Вот люди убеждены в какой-то своей внутренней правде, и все остальные цитаты им по барабану, извините за это музыкальное. Они убеждены в этой правде, потому что им уже навязали эту правду. Они же не рождаются каким-то убеждением. И поэтому, мне кажется, очень важно вот это и актуальное слово из Писания. Ребята, остановитесь. Не делайте никаких резких движений. Где-то внутри остановитесь и познайте как раз, что я есть Господь. Прежде всего нужно вот это размышление о Боге, встречу с Ним, потому что мы, как знаем, у него ответы и вопросы, чтобы мы не побежали и не потекли по этим течениям, которые сейчас пускают. Помните, в откровении, кажется, написано, что пустил вот этот мутно, да, вслед эти мутные воды, эти грязные воды, можно увлечься вот этими водами очень легко. Но мне кажется, важно сегодня просто остановиться, отбросить все вот, все-все-все, то, что информационное на нас влияет. Информационная интоксикация. Да, 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 да. Это, мне кажется, очень важно. Помните, как у фарисеев, они ведь все знали. Они все прекрасно знали. Вот все. И как только пришел человек, сказав, что я вообще-то не только человек, но и Бог, они говорят, этого не может быть. Он им приводил места из Писания, из пророков, из закона Моисея, куда уж больше-то. Они это отрицали. Нет, мы знаем, как правильно. Мне кажется, сегодня такое у нас фарисейское время, которое мы тоже все знаем. Минуточку. Ты говоришь одно, я знаю, а, ты против. Почему я против? Почему, если я говорю иную точку зрения, значит, я вообще против кого-то или чего-то? А ты вообще патриот, Сергей? Ну, Москва один из самых любимых городов моей страны. Я считаю, что я патриот, просто слово патриотизм, это классное, что ли, на... Его, к сожалению, это очень серьезный вопрос. Его замызгали. Я считаю, что я патриот, потому что я люблю свою страну, прежде всего. Но не тот патриотизм, о котором, знаете, помните, говорили и великие философы английские, и русские писатели, используя патриотизм, как сказал Салтыковский Трин, заговорили о патриотизме, значит, проворовались. Я вообще всей душой и всей своей жизнью пытаюсь сделать, чтобы в нашей стране, в моей стране, в моей отчизне было лучше жить. Смотрите. Поэтому я считаю себя, конечно, патриотом в этом смысле слова. Вопрос просто актуальный. Про информационную отравленность. Мне кажется, это в тему сегодняшнего разговора нашего, потому что почему мы так реагируем на какие-то... Да осуетились. Извините, ребята, осуетились. Вот и все. Нас загрузили информацией. Я вспоминаю, есть такая сказка у прекрасного писателя, вылетело из головы, что с собой ежик и медвежонок, скажите мне, кто написал. Просто оставим это за кадром. Прекрасный писатель. Да. Давай не опускать нас уже. Уж так. У него есть рассказ, когда ежик вдруг понял, что он знает абсолютно все. Ежик шел, ему было очень тяжело. Он говорил, у меня очень тяжелая голова. Какая у меня тяжелая голова, как мне тяжело идти. Потом он подумал о том, что, пожалуй, она тяжелая, потому что он знает очень много. И он решил прилечь от этого осознания. Он прилег, подложил ручки под голову и все удивлялся. Ну, как же мне тяжело, как же я много знаю. А потом он подумал о том, что, наверное, я знаю вообще абсолютно все. Ему стало так невоенстимо тяжело, что он просто положил голову лицом прям на землю и лежал не в силах пошевелиться. И то пришел ежик, пришел медвежонок. Говорит, что ты лежишь, что с тобой, дорогой мой друг? Он говорит, ты знаешь, я, наверное, знаю абсолютно все. Поэтому у меня очень тяжелая голова. А медвежонок был уверен, что он знает далеко не все. Поэтому ему было очень легко. Он говорит, ну, тебе тогда стоит что-то забыть просто. Забудь что-нибудь, и тебе станет легко. И ежик сказал, хорошо, что мне забыть? Медвежонок сказал, ну, попробуй хотя бы забыть меня, например. Ежик сказал, ну, да, давай попробуем. И вдруг он подлетел высоко-высоко, а потом снова упал. И медвежонок спросил, что случилось. Он говорит, ты знаешь, я забыл тебя, взлетел, а потом вспомнил тебя, приземлился обратно, но мне стало при этом гораздо легче. Такой странноватый такой момент. И они вместе пошли пить чай. Там у него все сказки так заканчиваются, что они вместе пойдем обязательно в конце пошли пить чай. Так вот, я к чему? К тому, что когда вот это ощущение отравленности информационной нас загрузили, нас постоянно грузят информацией, новостями. Нам постоянно пытаются что-то втолкнуть. И поэтому у нас такая тяжелая голова, что хочется лечь и лежать, парализованным совершенно под этим грузом информации. Но это иллюзия. Ежик-то подскочил. Никто же не лежит. Ты же сам сказал, что ты прочитал, пролистал и пошел жить дальше. То есть сегодня вот этот твой же вопрос. Мы эмоционально лежим, понимаешь? Мы не способны вообще к каким-то движениям эмоциональным. Никто не лежит уже эмоционально, понимаешь? То есть какие-то акции, я не знаю, то есть вот мое внутреннее чувство было, то есть может быть сейчас слушатели вообще ополчатся. 8 800 333 17 06, 8 800 333 1 7 06. Телефон прямого эфира бесплатный, можно ополчиться. Но когда вот эта трагедия произошла, то есть какая-то вот следом идет следующая такая волна, она мне напоминает немножко таких вот стервятников, которые слетаются на место трагедии, то есть черные вороны какие-то. Люди, которые пытаются выехать на этой волне, засветиться. Поэтому вопрос Сергея насчет патриотизма, то есть он тоже не случайный. То есть вот здесь так же раз и сразу такие патриоты, раз и сразу сострадатели, раз и сразу кто-то быстро что-то организует, и пошли какие-то организованные акции. Я тебе скажу сразу, что я не люблю себя называть патриотами, просто люблю свою страну, вот и все. Да, пожалуйста, оставайся кем хочешь. Да, я имею право и быть патриотом, и не быть патриотом. Все просто. Хорошо. Мы свободные люди, практически свободные в стране. К сожалению, так человек устроен. В любой трагедии у нас есть какие-то физиологические потребности. У нас организм как-то пытается защититься от вот этого негатива. Мы идем, едим, мы пытаемся усмеяться, улыбаться. Это такая какая-то защитная функция организма. Но мне кажется, здесь главное не эти функции, а главное, которые функции у нас заложены в нашем сердце. Потому что я с ужасом, когда читаю какие-то отголоски вот этих трагедий, с ужасом наблюдаю за реакцией людей. Как они быстро ставят штампы, как они быстро начинают осуждать, как они быстро уже все знают. И это страшно. Вот это такое поколение ежиков, да. Мы все знаем, заранее все понятно, нам уже все ясно. С этими людьми страшно общаться. Вот страшно, честно скажу. Таких людей очень много, например, не только не христиан, так их много, которые все знают. Уже они еще, да, ФСБ-то еще ничего не знают. Они уже все знают, да. Вот. Как, что и чего. Это очень страшно. С такими людьми они знают, честно, как общаться. Вот честно. Я удивляюсь еще и еще раз, что церковь, конечно, уникальное такое создание Божье, что там встречаются люди, которые в жизни бы никогда не пересеклись вместе. Вот я иногда общаюсь с людьми, думаю, ну вот если бы не церковь, мы бы вообще живем в параллельных мирах, на параллельных галактиках каких-то. А мы с ними общаемся. И вот это плюс, конечно, большой плюс церкви. Ну, от церкви как-то мало было толку, вот, по крайней мере, в прошлый понедельник, то есть во время этих событий. Это так кажется, опять же, это нам так кажется мало толку. Но мы же не знаем, как люди подвязались, молились. Все-таки я верю, что духовный мир, он первичен. А потом идет то, что уже, да, в результате. Да, ну, мы начали с этого разговора, и мы в этом живем. То есть мы живем вот в этом информационном пространстве. То есть сегодня люди говорят, что если ты не запостил чего-то в интернете, то этого и не было. Я понимаю, что это иллюзия, я поменяю, что это обманы и т.д. и т.п., но это происходит. И если люди этого не видят, какая-то активная часть, с другой стороны, я отдаю себе отчет о том, что в интернете сидит, ну, даже все-таки не половина, да, то есть население страны, там, процентов 10-15, может быть, они в нем находятся и как-то черпают. Но тем не менее, вот какого-то звука, какого-то голоса, то есть особо не звучало. Звучали голоса людей, как я уже говорил, вот этих вот воронов, да, или ворон, да, то есть которые пытаются паразитировать на трагедии. То, что ты сказал, что люди пытаются смеяться, улыбаться, там, пойти все равно поужинать, да, то есть заниматься делами, это нормальная защитная реакция человека. То есть это происходило всегда, и это, в принципе, нормально. То есть мы должны как-то свой внутренний мир тоже защищать, мы должны свое сердце хранить. Я говорю о тех людях, которые пытаются на этом уже сразу что-то сделать, заработать какой-то капитал. Таксисты, например, да, которые там… Ну, это вообще классика, да, то есть то, что происходило в Москве, да, несколько лет назад на Лубянке, то, что произошло сегодня, опять же, вот это идет мощное противопоставление, да, то, что, да, что таксисты, да и не только таксисты, все стали зарабатывать бешеные деньги в Москве, а Петербург как один встал и возвысил свой голос и поехал весь за бесплатно. Это неправда. В Питере тоже было таксисты, которые за 8 тысяч рублей хотели кого-то подвезти, в Москве то же самое было. Ну, я очень действительно благодарен вот этим людям, их было действительно очень-очень много, петербуржцам, которые откликнулись и бесплатно всех подвозили. В Москве, на самом деле, было то же самое. Об этом, может быть, не так соцсети еще были развиты, да, об этом мало говорили и почему-то мало вспоминают, но это было действительно так. Люди приезжали в Москве, подвозили, да, пытались как-то помощь оказать, отвезти людей и так далее. То есть, там и там были как такие негодяи, с нашей точки зрения, да, так и люди, которые готовы были прийти на помощь, они и приходили. И это очень здорово, прекрасно, конечно же. То есть, все зависит, ну, это СМИ так осветили тогда, то есть, было выгодно тогда какая-то паника, а сегодня выгодно показать человеколюбие. Я тебе скажу, что я с тобой с полностью согласен, но и всегда у меня ощущение, что Москву недолюбливали. Всегда. Но это мое такое очень негативное, неправильно сказал, неправильное мнение, потому что москвичей-то нас, коренных, осталось очень мало. И судят по Москве не по коренным москвичам, а по приезжим, которые здесь 10 лет, 5 лет, 7 лет, год. Они думают, что все москвичи такие, на самом деле нет. Но всегда, когда я служил на флоте, тоже москвич, всегда как-то к Москве, приезжая в другой город, Москва зажралась и так далее, всегда какой-то есть негатив. На самом деле это не так. Это опять же те шаблоны, о которых мы говорили сегодня. Но тогда очень много москвичей пришло действительно на помощь во время теракта. Это действительно так. Скажи, пожалуйста, вот цитата Вергилий, древнеримский поэт. «Познав несчастье, я научился помогать страдальцам». Может ли обычный, нормальный, среднестатистический, среднестатистически счастливый человек чувствовать чужую боль и помогать страдальцам? Или вот в глобальном смысле помощи здесь это могут сделать только те люди, которые, подобно Вергилию, познали несчастье, познали какую-то боль? Ты знаешь, здесь ответ неоднозначный. Из опыта. Да, из моего опыта. Потому что очень много людей, которые прошли какое-то несчастье, очень ожесточены и не готовы никому помогать. Очень ожесточены, закрыты, в своей скорлупке, в своей шинели сидят и считают, что весь мир же их предал и так далее и тому подобное. Есть люди, да, вот как ты сейчас только что процитировал, которые могут действительно сопереживать. И не просто сопереживать, но делать какие-то шаги, чтобы помочь людям, попавшим в какую-то такую сложную ситуацию. Здесь мы, да, мы живем вверх постмодернизма, так называемого, который все смешалось, смешалось все. Сложно расчленить, да, вот ты прошел страдания, ты можешь понять. Нет. Есть люди, которые не прошли страдания, и они приходят на помощь и помогают. Я знаю, в общем, масса юных дарований, юных сердец, юных парней, девушек, которые не проходили страдания, но они приходят на помощь людям, которым нечего поесть, например, бомжам. Ну, они пытаются как-то облегчить их участь на этой земле. Есть, да, разные примеры. А дело в сытости или нет? Вот говорят, не мы такие, жизнь такая, то есть я такой плохой, потому что у меня такая непростая жизнь. Дело же, наверное, не в том, что ты плохо живешь, правда? Конечно, здесь очень многое зависит от семьи. Я считаю, что институт семьи наш сегодня, он разрушен. Такого понятия, как семья, в классическом понимании его нет. Это твой муж, это моя жена. А в каком смысле муж жена? Ну, мы вместе живем. Подождите, ну, это вы сожители, а не муж жена. Когда я, например, своим, говорю, родственникам, ну, это твой сожитель. Почему так наживаешь, это мой муж? Ну, вы не расписаны. Да, но мы все равно уже много лет живем. Ну, много лет сожительствуете. Понятие семьи, понятие посвящения себя семьи, посвящения этому человеку, это очень все размышляет. Даже люди, которые расписаны официально, они могут быть совершенно при этом не являться мужем и женой друг к другу, да, потому что у нас свободные отношения, мы друг друга уважаем, да, говорят они. Ну, слава богу, у меня таких мало знакомых, именно кто расписаны и вот так, в такую позицию поддерживаются, которая тысячи разрушает. У нас разные кошельки, мы живем. Есть, есть такое, действительно есть такое, но вот именно понятие, оно очень много же начинается в семье. Что люди читают, как они проводят время с детьми своими, это очень важно. Если родители говорят так, надоело, иди поиграй в компьютер, сами садятся около телевизора и смотрят его, что там интересно, и не проводят время с детьми, ну, какие дети потом вырастают. Понятие сострадания, мне кажется, оно передается, передается опытным путем. Как? Вот смотри, Вердили говорит, познав несчастье, я научился помогать страдальцам. Я его перефразирую, можно? Познав любовь, я научился помогать страдальцам. Вот людей, которые познали, что такое настоящая любовь, вот они действительно наиболее открытые и готовы прийти на помощь. Люди, которые знают историю, историю своей семьи, историю, простите, сейчас, может быть, банально будут слова говорить, историю искусства, историю своей страны и так далее, они действительно прекрасно понимают, что если в моей жизни отсутствует такое понятие, как сострадание, то на опыте я могу понять, не только своем, на опыте своих предков, на опыте какой-то истории, то я могу понять, сделать вывод, что это до добра меня не доведет. Ну, на ошибках, к сожалению, люди не учатся. Не учатся, конечно. Тут разговор, мы выходим к разговору о любви, так или иначе, да, раз ты перефразировал Вергилия. Познав любовь, я научился любить, в общем-то, да? Да, у нас телефонный звонок, друзья, давайте мы послушаем нашего гостя сегодня. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Алло. Не слышно, к сожалению. Перезвоните, мы будем рады услышать вашу точку зрения. Сейчас, мне кажется, проблема глобальная общества в том, что люди задумались, озвучили такой вопрос. А я вообще должен что-то окружающее? Слушай, я никому ничего не должен. Если бы люди так задумывались, это было бы прекрасно. Мы уже говорили бы замечательному обществу. Я даже так скажу. Они даже не задают этот вопрос. Они говорят, я никому ничего не должен. Да, конечно. Да, совершенно верно. А те, кто мне говорят, что я кому-то что-то должен, я их не буду слушать. Поэтому церковь мне не указала, не надо. Как раз об этом упоминал я. То, что у нас нету каких-то, знаешь, авторитетных личностей. Потому что я никому не должен. Я не должен слушать этого. Вергилия не должен слушать. Церковь не должна слушать. И вообще там все обманщики и, значит, сволочи. Не должен слушать Достоевского. Мало что они говорят, я никому ничего не должен. Это очень ужасное отношение. Дело в том, что в этом кроется еще одна деталь. Те люди, которые так говорят, а я их часто действительно встречаю, как каждый, наверное, из нас, они очень часто осуждают. Они осуждают людей. Почему-то. Они ничего не должны. А люди и должны, да? Да. Они почему-то осуждают. Они знают уже правильный ответ. Знаете, когда два человека разговаривают сегодня, они же не происходят диалог. Происходят два монолога. Один слушает. Не слушает, на самом деле, а ждет, когда тот закончит говорить, чтобы потом вставить свои пять копеек. А тот тоже терпеливо пережидает. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. И в лучшем случае терпеливо пережидает. Ну, все, я понял, понял, что ты говоришь. И хочет высказать свою точку зрения. И, в общем-то, до того, как они начали разговаривать, один этому сказал, да, я понял, ярлычок, раз на него. Ты вот этот. А этот говорит, а ты вот этот. Все, разговаривали. Знаешь, сколько раз мне говорили мои друзья, христиане, Сережа, а тебе что-то здесь не нравится, ты уезжай. Понимаешь? Мне говорили, христиане, из моей церкви люди, которые должны быть наполнены любовью и состраданием. Ты из этих уезжай отсюда. Уезжай отсюда. Минуточку. Ребят, знаете, когда я прихожу к себе домой и вижу, например, мусор, я говорю, а что-то здесь мусор лежит, давайте как-то уберем. А представляешь, тебе скажут, уходи. Не нравится мусор здесь в коридоре, давай, уходи. Понимаете, вот до такого маразма мы доходим. Это люди на полном серьезе говорят. Вот это пугает. Вот что получается? Если в обществе живут люди, которые считают, что мы друг другу ничего не должны, вот такая ерунда и получается. Да, апостол Павел, помните, говорил, я всем должен. Он был один из первых, наверное, должников, апостол Павел. И мне кажется, это правильная позиция. Мы действительно должны. Мы должны любить. Это должны любить. Мы должны сострадать. Должны сострадать. Потому что, как я говорю, я не должен никому сострадать. Тем самым я перевожу с русского на русский. Ребята, я вас всех ненавижу. Если не свет, то тьма. Все просто. Помните 50 оттенков серого? Вот здесь, в духовном мире, в нашем сердце. Мы не помним. Не смотрели. Не читали. Ну, я по рекламе имею в виду. Это здесь не может быть. Или свет, или тьма. Да не нужен мне ваш свет. Да не хочу я сострадать. Ребята, значит, это говорит о том, что мы уже начинаем ожесточать свое сердце. Уже пришла какая-то жесткость, и мы не хотим. Нас раздражает сострадание, нас раздражает любовь. Когда человек так говорит, я никому ничего не должен. Прежде всего, это говорит его раздражение на все это. А если есть уже раздражение, это, знаешь, по ком звонит колокол? Это уже не колокольчик, как писала Зинаида Гиппиус. Это уже целый колокол. Сообщение от неизвестного слушателя. Да что тут говорить, где семья? Я сейчас, к сожалению, в семье, как лебедь, рак и щука. Галина из Москвы. Где в семье Библия? Какую роль Слово, ну, в смысле, Слово Божие играет в жизни каждого члена семьи? Ну, никакую. Ну, давайте не обобщать. Ну, это хорошие вопросы, но они и такие вот гросс-реторические. Ну, хорошие вопросы, да. Галина продолжает. Я так давно знаю Сергея. Сергей дает практически правильные оценки происходящим событиям. Вот поддерживаю тебя, наша слушательница. Вот продолжение. Хоть кто-то поддерживает. Хорошая тема, потому что тоже люди говорят, я ничего никому не должен. А в Священном Писании мы читаем, я, к сожалению, не помню, откуда этот отрывок. Один из моих любимых в последнее время. Там про добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть я читал тысячу раз. Ну, просто прочитал что-то про добрые дела. И тут до меня вдруг дошло, что оказывается, когда Бог задумал человека, каждого из всех нас, из семи миллиардов, когда Бог задумывал этого человека, он предназначил этому человеку творить добрые дела. То есть он предназначил ему быть сострадательным и любящим. Вы сейчас, да, что один, что другой, то есть вы сейчас навязываете людям вот это вот долги, так сказать. Да. Да, совершенно верно. Точно, навязываете. Прямо навязываете. Я тебе скажу так, что это нормально. Я сужу, опять же, по, например, по семье. Все просто. Я детям своим навязываю, как надо жить, как надо правильно есть, как надо правильно держать вилку и ложку, как правильно ходить в туалет, как правильно чистить зубы. Естественно, я навязываю. Конечно, это нормально. Вот ты в своей семье и навязываешь. А что ты в мою лезь? Нет. Вот, а что ты лезешь в жизни других сейчас людей? А я тебе скажу. У тех тысяч или миллионов, да, можно мне тоже помечтать, что нас сейчас миллионы слушают, да. Да давай так, больше миллиарда. В Томске, да, то есть нас сейчас слушают. В Норильске нас сейчас слушают. А я тебе скажу такую вещь. В Москве, в Питере, по всему миру нас сейчас слушают. Пришел какой-то актер. Ну, и какой-то журналист в данном случае. И сидят они, втирают, что мы должны любить и сострадать, да. Нет, нет, мы не об этом говорим. Мы говорим, что мы не должны ненавидеть. Нет, нет, нет. Вот мы не должны ненавидеть, ты уже уходишь от своих позиций. Нет, нет, вот это есть позиция. Мы сказали, мы должны сострадать, мы должны делать добрые дела. Да, потому что если мы не сострадаем, мы ненавидим. Все просто. Поэтому мы говорим, ребят, давайте не ненавидеть. Если у нас уйдет ненависть, уйдет раздражение сердца, естественно, что там будет? Так тебе сказали в начале передачи реакцию человека, реакцию прекрасного семьянина, журналиста профессионального, глубоко верующего человека, который посмотрел эти шокирующие новости про трагедию, сказал, ну, как плохо, как жалко, то есть, скорее всего, где-то внутри, помолился за этих людей и пошел дальше заниматься своими делами. Он никого не ненавидел. Сострадал ли он, сделал ли он что-то для этих людей? Как сделали это там таксисты, которые пусть за 8 тысяч, но они готовы были помогать. Да, действительно. Но я так тебе скажу, что неизвестно, как мы поступили бы, находясь на том месте и в то время, если бы мы были там. Это неизвестно. Поэтому, мне кажется, здесь сравнения очень неуместные. А вот где ты был, да, когда там Зоя Космедемьянская совершала свой подвиг? Хорошо, берем вопрос, где ты был. Я тебе говорю про то, что люди не ненавидят, люди просто индифферентны. А это есть. Априори. Я тебе скажу, а это есть, да. Это их не раздражает, это их не напрягает, они никого не судят даже в этот момент. Я тебе скажу. Они просто мимо идут ровно, и все. Давай, прежде чем ты скажешь, я дам высказаться слушателю. Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Галина. Это вот я, Галина Василькова, писала вам сообщения. Слушаем вас, Галина. Из Москвы. И я хочу сказать, что однозначно, я уже писала, что все идет от семьи. Где те крупицы, которые закладываются детям? Что дети видят сейчас? Что родители показывают своим детям? Какие предложения, Галин? Слезы на глазах. И какие они потом вырастают? Что они видят в жизни? От чего они уйдутся? Этому надо мститься у евреев. Почему семьи сейчас не собираются за салану? Почему не общаются? Почему не спрашивают, что, чего и как? Где тебе больно? Вот эта боль вылезает на улицу, и мы это видим сейчас. Спасибо, Галина. Ну, всегда, знаете, вот когда я в такой прямой эфир, сложно только выслушать и не задавать вопросы. Потому что я бы хотел сказать, Галин, ну, хоть напишите, как у вас это происходит? Как вы собираетесь? Сколько раз собираетесь? В неделю вместе всей своей семьей? Что обсуждаете? Это действительно интересно. Знаешь, я вспомнил одну историю. Моя знакомая как-то сказала, ребят, вот я езжу в метро летом в час пик, я вас очень прошу, она обращалась ко всему человечеству, вы хоть дезодорантом-то пользуетесь. Здесь кажется, ребята, чего так навязываю? Я хочу чище зубы, хочу не чище зубы. Я говорю сейчас о внешних вещах. Ну, это, естественно, параллельно я имею в виду и внутренние вещи, какие-то внутренние наши сердечные дела и душевные. То есть, нас попахивает, в общем-то, да? Да, конечно. И когда ты говоришь, ну, как-то вот это надо, ты входишь в какое-то в обществе, потому что, опять же, мне начихать, какой запах от меня исходит. Ну, начихать на всех. Не нравится, не нюхай. Да? Это, опять же, что, проявление не любви. А я не думаю о ближнем. Я не заботюсь о ближнем. Мне равнодушно, что там? Что там ты нюхаешь, не нюхаешь? Не нравится? Ну, выйди отсюда. Не надо. И вот это как раз неравнодушие. Это страшнейшая вещь. Если, то есть, равнодушие. Вспомните в Писании, да? Если бы это был теплый, холодный или горячий, это теплый, равнодушный. Это одна из таких самых страшных вещей, как мне кажется. Вообще, это такое равнодушие. Я понимаю, что нам бьют по рукам, когда мы высказываемся. Даже я, знаешь, мне уже, я много чего увидел. Да? И я до сих пор поражаюсь все больше и больше. Даже мне бьют по рукам, когда я высказываю свою точку зрения, а кто-то не согласен. Ба-бах по рукам, как я уже говорил. Не нравится, уезжай отсюда. Ребята, вы что, с ума что сошли? Я не понимаю. Ах, тебе не нравится? Вали отсюда. Ребята, а как же диалог? А как же возможность просто услышать друг друга? Хотя бы попытаться понять, что человек думает, чтобы услышать, что стоит за его словами. Если мы так в жизни, то что же у нас там дома-то как раз о семье творится? Вместе ли мы встречаемся? Встречаемся или когда-нибудь дома спрашиваем, а как у вас, что, чего, как день прошел? Знаете, проходят курсы время от времени в моей церкви о семье, да? И там один из главных пунктов, люди собираются, он и она, и просто пытаются услышать друг друга. Я так подумал. Ведь это же бедствие, когда только на курсе раз в неделю, люди пытаются услышать друг друга. А пытаешься ли ты вот сейчас, обвиняя наших слушателей в том, что они бессердечные, неблагодарные, жестокие люди, понять, почему они такие? Что стоит за этим, за этой индифферентностью, как я говорил, не за ненавистью даже, просто за индифферентностью? Я тебе скажу, что я их не осуждаю ни капельки, ни сколечки. Я намного хуже, чем все они вместе взяты, наверное. Честно тебе скажу, положа руку на сердце, я себя никак не хочу обелить, что я такой праведный, такой, а вы все сволочи. Нет, я, знаете, сколько борюсь? Здесь, вот недавно был случай, еду я в метро, идет женщина, ворчливая, которая собирает деньги, да, вот типа, дайте мне это. Я очень не люблю этого, потому что я понимаю, что за ним стоят дяди, тети, богатые, они, да, отстегивают большую сумму этим людям. Такой бизнес, как раз на якобы сострадание. Я в сердце, я вслух, главное, сказал это в сердцах, да вот что ж такое-то, вот ходит и ходит, и что им люди деньги дают, ну, она совсем, что ли, с ума сошла? Другой поймался на мысли, я говорю, подожди, подожди, Серега, стал размышлять сам в себе, ты взял просто и даст такое надмение над Божьим творением, да, она такая, она другая, по-другому живет, мыслит, по-другому высказывает свои, свою точку зрения, по-другому говорит, по-другому выглядит, и меня это раздражает. А кто я? Я раз, бах-бах, и так поставил уже печать штамп, я так уже, так повыше ее стал. Это быдло какие-то, да, что ж там поделать. Вот это ужасно, вот это ужасно, то, что вот есть в моем сердце. Так оно в каждом сердце вот это есть. Хорошо, друзья, у нас слушатели. Мы все в одной лодке. Да, он уже долго ждет, пока Сергей закончит свою мысль. Здравствуйте, вы в промоэфире, как вас зовут? Алеш, здравствуйте. Дмитрий, вот извините, все-таки я не совсем с вами согласен, потому что, я считаю, что когда говорится там о разных дезодорантах и все такое, что все-таки по Евангелию, ну как бы вот фарисейство, как бы на самом деле, ну, виновник зла фарисейства, и наоборот люди должны как бы друг друга лучше переносить, и это своего рода поклонство искать в каком-то внешнем совершенстве, через него внутреннее совершенство. Наоборот, как бы, щите царство и Божие, а остальное приложится, в том числе и запахи какие-то там природные, нормальные. Дмитрий, тут разговор о том равнодушно, ну, то есть нам все равно, как будет в окружающем, или нам не все равно? Здесь не в том, что я, знаете, такой духовный, думаю только о духовном, а плоть меня совершенно не интересует. Плоть нам дана Господом, Богом. Звонок у нас, да? Нет, у нас Дмитрий, да. А, Дмитрий, вы здесь, да? Конечно. О, прекрасно, я думал, что вы уже, вот, оказывается, вы здесь, замечательно, но плоть же нам дана Богом, и мы должны следить за ней. Напомните, апостол Павел писал, физические упражнения полезные, но духовные еще полезнее, конечно же, но физические, то есть следить за своим физическим телом, это тоже очень важно, особенно для других людей. У святого Макария Великого, например, есть, что хочет одеваться в слишком мягкой одежде, но идет в царстве небесной. И второе, это сказать, что вот насчет просящих, мне кажется, что вот наши высказывания, и то, что мы даем или нет, они тоже, опять же, должны быть духовные, потому что одно дело, я вот не даю, например, особенно таким цыганям, да, но я стараюсь понять, кто действительно нуждается. Иногда можно дать 5 рублей и лучше почувствовать потом, как человек их принял, нужны, нуждаются ли он или нет, и может даже потом дать еще или нет. Нет, вы знаете, вы можете раздать все свое имущество вот этим людям, которые ходят по вагонам метро, и вам будет за это честь и хвала, просто надо понимать, это факт, и сейчас здесь не осуждение, или нет, это факт, что это бизнес просто, за ним стоят люди большие. И Библия есть, не давая тому, у кого больше, чем у тебя, если дал, то не думаешь, что сделал доброе дело. Я не помню, а где это? В каком месте? Хорошо, да. Хорошо, да. О человечности мы сегодня говорим, по сути, выходим на то, что человечность – это неравнодушие, да, то есть если мне вот все равно, что вокруг происходит, если я не готов выйти из своей скорлупы, выйти и прийти к кому-то, да, вот даже в плане душевном, да, то я нечеловечный. Но если мы говорим о человечности, надо, как говорится, плясать от печки, что мы должны помнить, что Бог создал человека по образу своему и по подобию своему. И в его дизайн вложено, как я уже сегодня говорил, творить добрые дела, любить и сострадать. Это часть нашего вот дизайна, мы так разработаны. Тогда вот, исходя из вашей сейчас мысли, я соглашусь с Диогеном Синопским, который сказал, народу много, а людей мало. Потому что вот человек сотворен, в нас заложено, вы все такие шелковые, мягкие, а народ мимо идет, а народ дерет деньги за то, чтобы зарабатывает, да, а народ просто в большинстве своем, да, но это единицы, это в любом случае единицы, в большинстве своем народ просто проходит мимо. Еще раз говорю, он не ненавидит, он не судит, он ничего не делает, он просто живет своей жизнью. Понимаешь? Это меня не касается. Я так же, когда мы говорим, опять же, моя позиция, если я прохожу мимо, я делаю усилия, на самом деле, в своем сердце, чтобы сказать, меня это не касается. Я прилагаю усилия. Но так же можно прилагать усилия, чтобы сказать, меня это касается. То есть ты не веришь в то, что вот внутри может быть абсолютная пустота такая? Это невозможно. Человек может сделать усилие, потом это, знаешь, мышца может привыкнуть, да, к этому весу, говоря спортивным языком, а меня это не касается. Все, меня это не касается. Но он же все-таки говорит, он формулирует, если я формулирую в своей главе, да, меня это не касается, значит, я уже приложил какие-то умственные усилия, чтобы это сформулировать. Усилия обязательно, они присутствуют. Первоначальный посыл получается сейчас развить идею Андрея, ну, или идею Бога, да, которая в священном писании, ну, или вашу совместную идею. Я лишь трансферу. Что изначально касается всех, потому что каждый человек понимает, что он должен что-то сделать в данной ситуации. Но внутри какой-то червячок, да, все-таки? То есть вот это вот равнодушие, это тоже усилие, то есть это же не позиция бездействия. Оно с годами уже автоматически вырабатывается равнодушие. Когда тебя постоянно бомбят каким-то негативом, сначала ты защищаешься, а потом ты уже настолько привыкаешь к такому образу мысли, что оно сразу срабатывает, а это не про меня, это не мне. Ну, мне кажется, вот если говорить там, кто сегодня такой человек, чтобы быть человеком, да, не народом, а людьми, вот человеком, я бы так сказал, это тот, кто не осуждает. Том Харди есть такой актер, очень известный, и он как-то сказал, я не всю фразу процитирую, но только часть фразы, что человек, который судит по внешности другого, он ничтожество. Я понимаю, что здесь уже есть противоречие, потому что он сразу судит, говоря не суди, судит, но дальше он говорит, что ведь внешний облик, он изменчив, а то, что внутри, вот то, что ты судил, это останется тобой на всю жизнь. Жозеф Эрнестринан, французский философ, писал вот прямо в тему точно так же, политические обязанности могут измениться, обязанности человека к человеку никогда. Он говорит о том, что есть они, обязанности у человека к человеку другому. Ну, естественно, мы на самом деле обязаны многим, да, мы живем в гражданском обществе, мы обязаны государству, обязаны, конечно, обязаны, да, мы обязаны своим учителям, которые нас учили, обязаны, мы можем их любить, не любить, но мы все равно обязаны своим родителям, даже просто потому, что они дали нам жизнь, они могли нас абортировать, извините, они могли, да, все, что угодно можно, могло быть, но они нас как-то, да, подняли, как-то дали нам это дыхание жизни. И мы можем любить, да, у нас столько радости в жизни. Я как-то встречал человека, причем неоднократно разных людей, которые, у которых все было замечательно, хорошо, потом по каким-либо причинам у них жизнь изменилась, они в другой церкви, в другой области работают и так далее. И они вспоминают, вот тогда у меня было столько заблуждений, но я помню, как он радовался, я помню, как он какие-то получал удовольствия от того, что делает, в какой-то, знаешь, какой-то кусок счастья был у него. Мы так быстро отказываемся даже и от счастья, которое у нас было. Вот это странно. Но даже у самых плохих родителей проявляется иногда любовь, которая остается с нами на всю жизнь. Нет, мы более родителям понятно, государству понятно, мы должны, но мы друг другу должны, даже если иду я, идет какой-то чужой человек, я, в принципе, тоже ему должен, на самом деле. Я должен буду ему помочь, если ему понадобится помощь. Я должен его уважать просто потому, что он тоже человек. Это сложный такой вопрос. Вот я, честно, я не знаю, как... Ну вот как ты сказал, а откуда это растет? Ты сам об этом сказал. А откуда это растет? Знаете, откуда? Ты сам об этом сказал, потому что он тоже творение Божие. Творение Божие, да. Ну, главное, прежде всего, не осуждай человека, который идет в твою сторону, вот это прежде всего не осуждай. Ты оболзаешь от позиции. То есть ты сказал, что мы должны любить, а любить это значит быть готовным, положить, то есть нет больше той любви. Я тоже могу священное писание цитировать, если кто положит душу за брата своего. За брата. Это прежде всего. Ну, не все мы братья. То есть мы сейчас будем по церковной принадлежности, да, то есть говорить и рассуждать. Это речь о другом, на самом деле. Я сейчас говорю, что все-таки не церковная принадлежность, но отношение к людям из церкви, конечно же, это немножечко другое, чем посторонний тебе человек. Это тоже как в семье. Я к своей дочери отношусь по-другому, чем, например, к ее подруге. У меня для тебя притча, Сергей. Сейчас у меня для вас новость, да, то есть у вас две с половиной минуты. Смотрите, вот как раз в тему, в завершении нашего разговора о том, а кто же он мне. Ребята, Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Однажды какой-то законник захотел испытать Иисуса. Учитель спросил он, что я еще должен сделать, чтобы получить вечную жизнь? А что написано об этом в законе, спросил его Иисус. Что ты там считаешь? Тот ответил, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою своей, всей силой и всем умом своим и ближнего своего, как самого себя. Иисус сказал ему, ты верно ответил, поступай, так и будешь жить. Но тот, желая оправдать себя, спросил, а кто мой ближний? На это Иисус ответил. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойникам, которые ограбили его, избили и ушли, оставив полумертвым лежать на дороге. Случайно той же дорогой проходил священник. Увидев лежащего, он прошел мимо другой стороной дороги, обошел подальше, меня это не касается. Так же и левит, когда пришел на то место и увидел израненного разбойниками, прошел мимо другой стороной дороги. Проезжал там и один самаритянин. Когда он оказался возле раненого и увидел его, то сжалился над ним и, подойдя к нему, перевязал его раны, полив их оливковым маслом и вином. Затем, подняв его на своего мула, привез его на постоялый двор и там еще ухаживал за ним. А на следующий день этот самаритянин, вынув из кошелька два динария, отдал их хозяину постоялого двора и сказал, «Позаботься об этом человеке, а если что и сдержишь сверх того, то на обратном пути я возмещу тебя». Как ты думаешь, кто из этих троих оказался ближним человеку, попавшему в руки разбойников? Тот, который проявил к нему милосердие, тогда Иисус сказал ему, иди и поступай так же. Как начинается, еще раз первое, фарисей, что он испытал? Да, он желал испытать Иисуса. Вот, испытать. Мне кажется, это очень важный момент. Мы испытываем ли, а я хочу проверить. Это принципиальная большая разница. Когда я открыт для Господа, и не хочу проверить, я хочу с ним просто дружить, любить его, исполнять волю его. Другое дело, а я сейчас хочу испытать, так ли это или не так. Это здесь, мне кажется, очень важно. В любом случае, говорит, иди, поступай так же. Да, конечно. То есть, здесь как бы суть в том, что лежал, условно говоря, русский, да, то есть, а подошел к нему, да, таджик, да. Это все понятно. Когда мы видим человека в крови, там, избитого, конечно, мы же не только об этом говорим. Так свои-то мимо проходят. Вот ближний – это тот, не тот, кто в своей. Ну, приведи, я не знаю, просто я не помню какого-то примера, чтобы, знаешь, человек лежал в крови, а мимо него толпа проходила, его не замечала. Я, честно говоря, не помню такого момента в своей жизни. Да, куча такого. На улице лежат люди, схватившиеся. Человек думает о себе. Да, он пьяный, напился, наверное. Опять же, то есть, то, что произошло в Питере, да, что люди не бросали. Вместо того, чтобы убегать от взрыва, люди вытаскивали из вагона и так далее. То есть, они не думали ни о чем, кроме того, как помочь. Да, но это несколько человек действительно вытаскивало, это действительно так, и часть их хвала им. Другие убегали, правильно делали, потому что это мог произойти второй взрыв и так далее. То есть, это нормальная человеческая реакция, и слава богу. Ох, друзья, все, в наше время закончилось, к сожалению, в эфире. Одна мысль, которая сегодня у нас родилась здесь, да, на чем хотелось бы тогда остановиться, да, что, как оставаться человеком. То есть, это то, что говорит, ну, две мысли, да, то есть, то, что говорит Сергей, это не осуждать и не быть равнодушным, а любить. Вот это поможет оставаться человеком. Да, да. Да, то есть, а то, что говорит Андрей, это то, что делать что-то, то есть, совершать какие-то дела, то есть, те добрые дела, к которым призывает нас Господь. То есть, опять же, не проходить мимо. То есть, условно говоря, если мы не будем равнодушными, если мы будем реагировать, то как бы ни хотелось нам закрыться в своей скорлупе, убежать от этого мира, какой бы ни была наша интенсикация информационная, политическая, и какая угодно, человеком все-таки нужно оставаться всегда. Наша обязанность. Наша обязанность, друзья. Вот об этом читаем в Священном Писании каждый день и остаемся с нами на наших волнах. Спасибо большое. Сергей Калишня.